Доброго времени суток, дамы и господа. Целых два года я не делал видосики по террарии. И, как вижу, вы до сих пор их смотрите. Что ж, я думаю, пришло время вновь найти зачарованный меч. Текущая версия игры 1.4.4.9. Ого, целых два года в игру не заходил, и такая версия. Сегодняшняя дата 7 октября 2023 года. Что нам нужно для старта? Для старта нам нужно, конечно же, создать карту с определенным сидом. Ну а заранее мы создаем персонажа, который нужен нам для игры, собственно. Жмем один игрок, выбираем нужного персонажа, и после этого создаем новый мир. Нам нужно ввести семечко. Семечко указано как на экране, так и будет в описании к этому видосику. Семечко иначе называется сидом. Вводим, жмем подтвердить, выбираем маленький багрянец. И я выберу мастер с целью того, чтобы у меня работали аксессуары в шестом и седьмом слоте, чтобы они не были заблокированы. Карта сгенерирована. Поехали. Нам нужно налево, в самую левую часть. У меня имеется ракушка фон, и я просто-напросто телепортируюсь с помощью этого предмета. Поехали. Я, само собой, покажу, что находится рядом, чтобы у вас был какой-то ориентир. Вдруг у вас нет аксессуаров на координаты, вдруг у вас нет ракушек фона, и вам нужно знать примерно, куда идти и сколько идти. Интересует нас вот эта небольшая ямка. 3410 на запад. Вот она, святыня. Вскапываем. Зачарованный меч. Превосходно. Зачарованный меч. Нужный, важный и редкий реагент для создания зенита. А сам по себе зенит. Думаю, он до сих пор хорош. Лучше же никаких предметов нет. И он, этот меч, позволит просто-напросто игрой насладиться и позволит убивать очень быстро разных боссов. Также можно пещеры смотреть. Зенит реально крутое оружие. Даже спустя такое время он меня радует. На этом все. Всех вам благ. Счастья, здоровья. Берегите ноги, моете руки. Если хочется узнать о чем-то больше, дайте знать об этом в комментариях. До скорого.